МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Наташа. А, Валерий, скажите, вот сейчас готовите вы концерты перед земляками своими, перед сызранцами, сызранцами, ваша малая родина. Какие-то особые ощущения испытываете перед этим концертом? Ну, конечно. Что скрывать-то? Конечно, испытываю. Я надеюсь, что сегодня придут люди, которые меня помнят, которые меня любят, которые любят мое творчество. Родственники дальние и ближние. И это своего рода, знаете, как отчет такой или исповедь. Ну, в принципе, концерт, рядовой концерт, но какой-то есть в нем такая трепетность. А вот если в нескольких словах, какое было детство у Валерии, всеми на создании? Вот прям описывать. Детство? Вот знаете, если честно, я все... У меня с памятью как-то так проблемы. У меня какие-то всплывают моменты. Не, ну я помню, конечно, я учился здесь. Я здесь прожил до 18 лет, или до 19, я точно не помню. Ну, как все пацаны гоняли на песках. Знаете, такой пески район? Да, да. Вот на песках гоняли футбол. Играли в козла от Мирнова около Вечного Огня. Тогда другой был Вечный Огонь. Я учился в 14-й школе. Поэтому там сейчас колледж искусства называется, да? Вот. Поэтому у меня все как бы детство прошло вот в центре. Я родился, ну, как бы, родился я в роддоме. Учился в школе. Да, а всю жизнь я жил на Пролетарском переулке, дом 43. Вот там я когда вот сейчас, я фотографировал даже эту табличку. Там сейчас уже все по-другому. Там какие-то магазины, что-то такое. Но я зашел во двор, и, конечно, вот полдома, где мы жили, там еще все это осталось в том состоянии, как было. То есть, состояние немножко жалкое. Но что-то у меня внутри екнуло. Мне захотелось как бы стучаться туда, как бы зайти. Но я побоялся, вдруг там... По башке стукнут или что-нибудь такое. На втором этаже захотелось вспомнить соседям. Ну, кого-то уже живых нет. В общем, детство было хорошее у меня. Тогда были астраханские арбузы. Я просто какие-то моменты помню. Знаете, у меня бывает такое. Были настоящие астраханские арбузы, их привозили там как-то. И мы их за какие-то деньги выгружали, помогали. Надо было как-то зарабатывать. Вот. Потом, не знаю, какие-то еще... Играли на танцы. Я работал... Я как бы учился в школе. Учился в музыкальной школе. А у меня такое увлечение было такое серьезное. Я работал в полтиннике. Это Дом культуры, 50 лет октября. И я как бы сейчас вот помню, на какие-то праздники, я не знаю, как сейчас, перекрывали вот тот пятачок, вот улица Советская, да, вот на углу Победы. И вот просто народу столько было, я это ощущение помню. Я стоял за... У меня такая синтеза... Нет, синтезаторов тогда не было. Ионика. Такая Ионика. Вот я на ней играл. А учительница по сольфеджио, не помню, как ее зовут, она ходила и все время меня ругала. Как тебе не стыдно? Ты же там классикой занимаешься. А тут какие-то танцы, какие-то песни. Но вот эти танцы мне, на самом деле, помогли во многом. И в общем, детство было хорошее. Я запомнил его. И я помню вот еще момент, когда однажды я катаюсь на улице Карла Маркса на велосипеде, тогда машина там мало ходила, а мама идет на встречу. Говорит, Валера, тебя, значит, посылает комитет комсомола или как там называется, в пионерский лагерь Орленок. Я не знал, что такое... Ну, сейчас я понимаю. Ну, я ездил от города Сызрани, я не помню год, я ездил один, единственный от города, у меня такую честь удостоили. В пионерский лагерь Орленок. Это круто было, на самом деле. Так что вот с детства... Награда, да. Награда, да. Я был примерным, но я был отличником до восьмого класса. Потом музыку увлекла, да? Потом музыку. Нет, я потом поступил в училище, я не стал учиться девятый-десятый класс, а пошел в музыкальное училище, которое на улице Плеханово. Я не знаю, сейчас его, по-моему, там уже нет. Вот там директором был Вячеслав Алексеевич Куликов, я у него учился. Его сейчас уже в живых нет. Ольга Николаевна Настова была у меня по дирижированию, его тоже в живых уже нет. Вообще, я благодарен моим педагогам. И был еще такой педагог в музыкальной школе, я его помню. Я думаю, его тоже в живых уже нет, потому что он тогда уже был старенький. Михаил Сергеевич Антипов. Вот все мои педагоги, они вам как бы открыли во мне вот эту какую-то кранчик, крантик такой открыли, и полилось, и потекло. И потекла вот эта вот речка, Волга, речка, которая во мне живет, вот этот огонек, искорка, которая во мне есть. И я до сих пор как бы вот благодаря, ну и можно так сказать, я родился на Волге. Да, я родился на Волге. Гор, да, да. А вот как получилось, что такой отличник, но все равно такой простой парень из провинции, вдруг организовал такой коллектив, и теперь гастролирует и по миру, и по стране. Вот как это все случилось? Ну, это уже на самом деле в прошлом. 25 лет назад, в 90-м году, я, когда я учился в Сызране, я решил попробовать себя в конкурсах. Год не помню, но я помню, это был Ульяновск, и был такой конкурс, тоже сейчас не знаю, я себе нет, называется «Молодых баянистов по Волжи». Я там получил первое место. И там был председатель жюри, Борис Михайлович Егоров, это профессор института Гнесиных, и он мне сказал, «Валера, вам, по-моему, надо к нам поступать». И вот я в лифте с ним ехал, в гостинице «Венец», как сейчас помню, такая многоэтажная была гостиница, и он сказал, «Хорошо, Борис Михайлович». И я поехал поступать именно в Гнесинку, потому что еще был Саратов, как бы нарисовался, но я решил сразу. И я поступил туда. Сложно было, но я поступил. И в 90-м году я поехал на другой конкурс, четвертый всероссийский конкурс исполнителей на русских народных инструментах, город Горький, тогда это был Горький, сейчас Нижний Новгород. И там я тоже получил первое место, занял, или как правильно, ну не важно, занял первое место. И у меня такая идея пришла, из лауреатов вот этого конкурса, там были Балалашник, Саша Изюмский, был Володя Пак, Дамрист, и мы решили сделать такой коллектив. У нас было 7 человек, мы много ездили, участвовали в каких-то конкурсах. 94-й год, по-моему, был ознаменован тем, что, я уже не помню просто, да, точный, я придумал вот этот проект «Балалай Кайнрок», который нас потом кормил, и до сих пор как бы это интересно. То есть мы были единственными, первыми тогда народниками в стране, кто сделал такой, ну как бы шаг, исполнять на русских балалайках, там, Битлз, или там, Диперпл, или Квин, или Металлику, это было очень интересно. И до сих пор вот балалайшники, которые из Саратовской консерватории, из Московской, из Гнесинки, там, кто-то из училища, из других городов, мне говорят слова благодарности, потому что я в них открыл вот, как бы, какое-то другое направление. А вот именно народного баяна нет. Хотя все баянисты, они мечтают просто как бы, не то, что мечтают, а вот та школа была, которая раньше народного баяна, Паницкий, Онегин, такие, многие даже не слышали про таких, про людей, которые очень много внесли. То есть, ближе к народу, не дальше, вот не играть вот такие, а играть нормально песен. На, побывку едем, вот такие, потому что песни, они, песни, это часть вообще российского народа. 30 лет назад, Геннадий Дмитриевич Заволокин и Александр Дмитриевич Заволокин, они придумали программу, которую назвали «Игра и гармония». На следующий год, в феврале месяце будет 30 лет этой программе. Но, поговаривают, что она уже закрывается. Почему? Потому что, потому что нашему руководству это не надо. Понимаете, народу это надо, а руководству не надо. У нас просто все идет наоборот. Я не лезу ни в какую политику, я просто своими песнями, своим творчеством доказываю, что Россия, это великая страна, и Россия, это могучая просто культура такая, что, не знаю, одна из величайших культур, может быть, на уровне китайской, там, восточной культуры, или какой-то, не знаю, индийской, там, но у нас очень великая культура. И поэтому, вот эти корни, которые мы теряем, я их пытаюсь как-то, вот на своем каком-то маленьком уровне, но их сдерживаю. Я приглашаю в свои программы тех звезд, которые были когда-то, звезды винила, звезды, не знаю, дискотек каких-то, те, которые, они как бы не угасли, но им обидно за то, как бы, у нас такая страна, что люди что-то делали для нее, работали, а их как-то забыли. И благодаря, вот как бы, я три года последних этим занимаюсь, как бы пропагандой народного искусства, народной песни, ко мне стали уже баянисты, гармонисты, блалаешники, присоединяются, коллективы израильских, и регионов, я провожу свой фестиваль «Играй баян». И, наверное, как бы 25-летний вот этот мой путь был отмечен в этом году указом президента, где было сказано, что мне присвоено звание «Заслуженный артист России». Теперь у меня, теперь я платить за квартиру буду половину меньше. Мы вас очень поздравляем. И буду в метро, наверное, бесплатно ездить на пенсии. Скажите, а вот пропаганда, это очень почетно, и это очень важно, что вы этим занимаетесь, это понимаете. Не просто для себя искусственно занимаетесь, а пропагандой, и сохранением искусства. А вот чувствуется, что интересно появляется к этому искусству. Все равно, да, но в каком-то упадке есть какие-то проблемы, но молодежь приходит на концерт, мы сейчас увидим, кто придет, а вот так по вашим наблюдениям молодежь идет, слушает. Конечно, идет. Но вот особенно в деревне. Там просто, наверное, делать нечего больше. Ну вот я очень много... Причем, смотрите, разные области, у нас в России очень много областей, они все разные. На севере так реагируют, там в Пермском праве по-другому, в Самарской области по-другому. В Пензе по-другому. Вот Пензенская область, это вообще певучий такой край. Я не хочу говорить, что Сызрань там или Самарская область, но Пензенская, по крайней мере, я столько в Самарской области не видел. В Пермском крае, вот там я замечал очень много именно молодежи, то есть детишки ходят. Ну ко мне приходят на концерты такие семьями, потому что вот этот тинейдерский возраст там от 12-13 лет, у них другие там задачи, они доказывают, что они тоже что-то себя там... Нет, они представляют, естественно, каждый человек из себя представляет. Просто вот, к сожалению, говорю, средства массовой информации вот прям зомбируют, прям зомбируют, вот прям... Ну вы же это все знаете. И главный народ это знает, и все равно пьет эту Кока-Колу. Зачем? Квас. Пейте наше, советское. Или просто возьмите закваску, сделайте. Я помню, в Сызранске квас, обалденный. Я до сих пор не могу найти. Взяли бы, прислали мне в Одноклассники, напишите, Валера, рецепт кваса там берешь без дрожей или с чем, я не знаю как. Ну короче, хлебный такой белый. Я просто до сих пор не могу забыть этот вкус. Помню, идешь по этой... как Молдаванка она называлась, я говорю, сынок, хочешь квасу? Конечно, хочу, бабушка. Раз так, почерпнул, холодненький. Ох, какой как бы, блин, вот эти ощущения. Понимаете, надо жить настоящим. Надо подействовать. Вот вы держите в руках инструмент. Вижу очень красиво, я как девушка сразу обратила внимание на стразики, на разные, вот я не знаю, наверное, не стразики, может быть. Нет, это настоящие сваровские. Чего уж тут это? Раз уж инструмент, это же часть меня. Это часть меня, это именной инструмент, хороший инструмент. Я его сделал в Италии. Я работаю с фабриками итальянскими. Каждый год стараюсь осенью туда ездить, в ноябре в этом году поеду. И город итальянский, Кастель Федардо, я там стал лауреатом, коллектив стал лауреатом в 1994 году, первой премии, опять же. И с тех пор я как бы туда езжу. И вот заказал инструмент себе. И не один, а два. Ну, они разные просто. Звучит, но вы сегодня услышите его. Если останетесь, мы останетесь. Не секрет, сколько стоит? Да не дороже денег. Не, ну кто знает, господи. Я просто хочу сказать, что вот первый баян, это год, я не помню, давно было дело, моя мама, она у меня была одна, ее сейчас в живых уже нет, уже три года будет в мае. Причем она умерла прямо накануне моего дня рождения, 18 мая, у меня 19 мая. А дед мой умер именно в день моего рождения. Это, наверное, вот какой-то знак. И они меня очень любили, ценили. И знаете, вот первый баян, который стоил 150 рублей, я об этом всегда рассказываю. А мама получала 80, она работала в школе для глухонемых, напротив, там, интернат. Вот. И она получала 80 рублей, а представьте, баян 150, это очень дорого. И Гертруд Алексеевич, имя такое было. Сочетание интересное. Гертруд Алексеевич, фамилия не помню, это был, я не знаю, жив он или нет, дай бог, если жив здоровье ему. Это во дворце пионеров, он говорит, Тамара Михайловна, надо купить Валерке баян. Все продали, купили, но не зря купили. А второй баян, который стоил тогда, знаете, сколько он стоил? Как Жигули. 5 тысяч, ну, как же 2000 долларов, но много, надо было после армии заниматься, и мама все-таки что-то там продали. Но я потом, честно, все отработал, я ей все это отдал и благодарил ее всю жизнь. А этот инструмент стоит не дороже денег. Ну, очень красиво. Но если инструмент в руках, может быть, тогда Сызранцем что-то личное? Нет, а это буквально займет там 10 секунд, я просто... Вот мелодию, это было 300-летие Сызрани, я помню, как я шел по улице Советская, не помню, вернее, как я шел, мне рассказывали. Это единственный был раз, когда я от счастья напился. Напился так, что я не помню, вот улица вот так вот, от детского парка, да, первая школа, вот так. А почему? Потому что в этот, в 300-летие города Сызрани на стадионе Строитель такой был праздник, и у нас был конкурс, у нас был конкурс на лучшую песню о Сызрани. Там участвовали оркестры Сваул. Они жив в этом училище, да? процветания вам, ребята, вы молодцы. И тогда был такой оркестр, сводный хор стояли, стояла вот на, вот в стадионе такой праздник, естественно, каскадеры приезжали, вот эти, на машинах там, целовались, машины там, вот они вот так ездили, это шоу было вечное. Нет, не было у вас такого? Это тогда там автопуцелю, там две машины, Жигули так, и они вот останавливались, вот так вот, вот так делали. Потом один там, вот так вот машину как-то на бок ставил, там один вылазил из окна, там что-то такое, ну красиво было, круто, больше ничего не было, вот, потом я занимался в карате, у нас здесь Сустин Сережа приезжал такой из Москвы, он здесь первую школу карате открыл, и мы там показывали всякие там, у нас тренировки были там где-то на улице, декабристов, босиком мы бегали по снегу зимой, а там Хан, такой был фамилия Хан, ну я не помню, как его назвали, типа Саша Хан, у него свой автобус был, и он нас всех потом ночью развозил, вот это я помню. И вы знаете, вот этот праздник, почему я сейчас все напился, потому что были песни, я одну запомнил, только две строчки, но она, и вот я еще... Город Сызрань, город Сызрань, всюду светят огоньки, город Сызрань, город Сызрань, город сказка, у реки... Так вот, я хочу, чтобы город Сызрань оставался такой же сказкой у нашей великой реки Волги, вот. Отлично, замечательно, спасибо, а мы в ней будем жить. Спасибо. И вас ждать в гости еще раз. Спасибо. Спасибо, Наталья. Спасибо. И, кормушка, послушай, успокой мою душу, я покрепче тебя обниму. Ты, кормушка, послушай, успокоиваю душу, Я покречет тебя обниму.